Привет, с вами Каска. В этом ролике я вам расскажу, как можно слегка повести FPS в Black Tail, а также избавиться от лагов и фризов. Настроек в игре не так-то и много, и если честно, они не очень сильно влияют на FPS, но тем не менее. Залетаем в игру, нажимаем параметры, переходим на изображение, разрешение экрана. Оставляешь пас отношению к твоему монитору. Как обычно, если вдруг у тебя ПК слабенький, но есть большое желание поиграть, проверенный способ это понижение разрешения. Допустим, 1280х720. Масштаб разрешения. Для средних и выше ПК оставляем на 100%. Для слабеньких систем ставим от 70 до 90. Режим отображения. Полный экран. Nvidia DLSS. Соответственно, ко-видеокарта от RTX и, допустим, серия до 3070 ставишь обязательно качество. Если у тебя видюшка слабее, чем 3060 Ti, то ставишь уже баланс, либо производительность. Низкая задержка Nvidia Reflex. Мы, конечно же, ее отключаем, потому что это не онлайн игра и особого смысла, если честно, я не вижу. Размытие в движении. Тут по желанию. Аберрация. Тут тоже по желанию. Я оставляю на обычное. Ну и начинаются у нас настройки графики. Дистанция прорисовки. Кушает кадров 10-15 ставим низкая. Карты теней. Среднее. Объемное освещение. Среднее. Рассеянное затенение. Высокое. Глубина поля зрения. Высокое. Контактные тени. Высокое. Цветовые шахты. Среднее. Локальное отражение. Среднее. И качество текстур. Высокое. Это касается видеокарт, допустим, как и у меня. 3060 Ti, 2К монитор и так далее. В таком случае будут стабильные 75-80 кадров. А картинка плюс-минус такая же самая. Если система у тебя слабее, ставишь тогда тени на низкое. Освещение обязательно тоже низкое. Рассеянное затенение. Низкое либо среднее. Глубина поля зрения. То же самое. Низкое либо среднее. Контактные тени. Лучше отключить. Световые шахты. Среднее. Локальное отражение. Низкое. Ну и текстуры зависят от объема твоей видеопамяти. Если у тебя 4 гига и менее, ставишь низкое либо среднее. Если более 4 гига, ставишь высокое. По настройкам у нас получается как-то так. Теперь перейдем к тем настройкам, которые касаются небольшой оптимизации твоей винды. Посток настроили графику в самой игре. Мы качаем архив по ссылке и описание и перкидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 2 папки. Приложение MSI UTLV3 и схема питания. Давай сначала откроем схему питания. Если вдруг у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду. Нажимаем Pkm. Копировать. Pkm на пуск. Windows PowerShell Administrator. Да. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем. Закрываем. Нажимаем поиск. Пишем панель управления. Электро питание. Показать доп. Схемы. И ставим галочку на максимальная производительность. Ну и конечно же как включить DLSS. Точнее FSR в самой игре. Абсолютно для всех видеокарт. В нашем же архиве я до закину, так сказать, файлик с модификацией FSR. Мы его открываем. И здесь в зависимости от твоей версии тебе нужно сделать распаковку. Если у тебя GOG версия, то GOG. Если Steam, то Steam и так далее. В моем случае это GOG версия. Зажимаем LKM. Наводим на рабочий стол. И переносим. Открываем папку. Все эти файлы, которые здесь есть, мы нажимаем PKM. Копировать. Переходим в папку с игрой. Нажимаем PKM. Вставить. Заменить файлы. Здесь же ищем Enable Override. Нажимаем PKM. И слияние. Теперь переходим в мои документы. My Games. Plague Tale. Здесь у нас есть файл Engine Settings. Нажимаем PKM. Открыть с помощью. Word Pad. Ну или блокнот, как удобнее. Здесь мы находим Anti-Aliasing. И пишем просто. Большими буквами DLSS. Далее DLSS Mod. Здесь нам нужно указать вместо авто тот пресет, который нам нужен. Допустим, если ты хочешь поставить качество, пишешь Quality. Если тебе нужен баланс, пишешь Balance. Допустим, нам нужен баланс. Как это выглядит? Пишем Balanced. Если Quality, то пишешь Quality. Если производительность, то Performance. Нажимаем File и сохранить. Теперь можешь спокойно запускать игру. Но если у тебя в настройках не появился параметр DLSS, ничего страшного. В любом случае он будет работать. Его нужно настраивать только через My Документы, My Games, Black Tale и вот именно этот Engine Settings. Если ты не понимаешь, включился он или не включился. Есть другой способ. Допустим, пишешь вместо Balanced Ultra Performance. На экране у тебя будет указано, как это все правильно пишется, для того, чтобы все это сработало. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. Не важно, что у тебя, лицензия или пиратка. В моем случае диске Games. Находим приложение, которое запускает саму игру. Нажимаем Pkm, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее изменить параметры высокого DPI. И если у тебя доступна галочка, то обязательно ее ставишь. Нажимаем ОК, применить и ОК. Мы копируем путь к самому приложению. Нажимаем Pkm, копировать, поиск, пишем настройки, графики. Если у тебя есть аппаратное ускорение, тогда можешь его включить. Чаще всего помогает для тех, у кого процессор мощнее, чем видеокарта. Нажимаем обзор, вставляем наш путь приложения с самой игрой, добавить, параметры. И ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Нажимаем Pkm на пуск, диспетчер устройств. Нас интересуют сетевые устройства. Опускаемся чутка вниз, находим высокоточный таймер событий. Нажимаем Pkm и отключить устройство. Нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar. Если он конечно же есть, если его нет, тогда пропускаешь. Настройки, создание клипов. И убираем галочку с записывать в фоновом режиме. Далее крестик и закрыть. Теперь нам нужно сделать быстренькую настройку твоей видеокарты. Если видеокарта у тебя от Nvidia, нажимаем Pkm на рабочем столе. Панель управления Nvidia. Переходим на регулировка настройки изображения. Ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. Переходим на следующую вкладку управления параметрами 3D. Здесь у нас есть два варианта. Можем сделать настройку как всех глобальных параметров, либо программные настройки. То есть именно под игру. Делаешь так, как тебе больше нравится или как тебе удобнее. Я привык это делать для всех игр, но давай сделаем чисто для определенной. Здесь мы ищем нашу игру. Если ее нет в списке, нажимаем добавить. Обзор. Переходим в папку с игрой и находим само приложение. Далее открыть. И здесь уже делаем небольшую настройку. Антезотропная фильтрация. Тут по желанию. Я оставляю на управление от приложения. То есть в самой игре ты можешь уже включить ее или отключить. Вертикальный синхро импульс. То же самое. Использовать настройку 3D приложения. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Частота обновления твоего экрана. Выбираем высшее доступное. Режим низкой задержки. Так как это не онлайн игра, я если честно не вижу смысла в этом параметре. Поэтому смело его отключаем. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Ну и сам внизу находим фильтрация текстур качества. Выбираем производительность, либо высокая производительность. Антезотропная оптимизация и трилинейная оптимизация. Мы их конечно же включаем. И нажимаем применить. Переходим на настройки Surround. Нас здесь интересуют настройки Physics. Если вдруг у тебя видеокарта мощнее чем процессор, тогда можешь выбрать именно ее. Если же у тебя процессор мощнее чем видеокарта, либо ты не знаешь, то оставляешь на авто выбор. То что касается AMD. Открываем наш архив. Настройка видеокарты. Здесь у нас есть две папки. С Nvidia. То что я показывал ранее, только более подробно. И AMD Radeon. Здесь у нас есть картинки с настройками драйвера для твоей видеокарты. То есть какие функции включить и какие функции отключить. В нашем же архиве есть приложение MSI Util V3. Нажимаем Pkm. Обязательный запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. Далее приоритет и выбираем High. Apply и закрыть. Открываем папку Twiki. Реестра. Здесь у нас есть пять файлов реестра. Перед тем как сделать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Читаем здесь, либо гуглим. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Многим кстати бустит от 10 до 20 фпс. Нажимаем Pkm, слияние. Game DVR 2, Pkm и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь два раза Lkm, либо через Enter. То и запускаешь как обычное приложение. Отзывчивая систему Pkm, слияние. Сетевой троттлинг пропускаем. И системный приоритет нажимаем Pkm и слияние. Нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим мы оставляем включенным. В клипах. Все что у тебя здесь будет, все ты спокойно отключаешь. Xbox Game Bar. Обязательно его отключаем. Переходим на главное. Конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть два варианта. Первое. Отключаем полностью все фоновые приложения, как это делаю я. Либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы, если и используем, то крайне-крайне редко. Допустим, Xbox, Xbox Game Bar и так далее. После всех этих настроек залетаешь в игру и наслаждаешься. Если не высоким FPS 100, по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.